В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Идет подготовка к открытию детских летних лагерей дневного пребывания. На сегодняшний день мы формируем контингент детей. Пока есть еще свободные вакантные места. Членов волонтерского корпуса муниципалитета наградили за помощь людям в период самоизоляции. Любой человек может надеяться на помощь. Не важно, от государства она придет, от человека. Он в беде не останется в нашей стране. В Ледовом дворце Арктика отметили Международный день бокса. Это такой спорт, бокс, что он достаточно очень разнообразный, он достаточно мобильный, он очень развивает. В ближайшее время в Ленинском округе стартует детская летняя оздоровительная кампания. В любом из 26 лагерей дневного пребывания наши ребята смогут весело и интересно провести каникулы в городе. Готовность таких учреждений к работе проверил глава муниципалитета Алексей Спасский. Детали в нашем следующем сюжете. Крыма нет? Нет. Патриоты нет. Только те лагеря, которые открыты в регионе, мы можем привлекать детей и оздоравливать их там. Понятно. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в детскую оздоровительную кампанию. В ближайшее время распахнут двери 26 лагерей дневного пребывания. Впервые они будут организованы на базе дошкольных учреждений муниципалитета. Их готовность проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Нет вопросов и нареканий и у других служб Роспотребнадзора, Росгвардии. Соблюдены все меры для безопасного отдыха детей. Мы посмотрели санитарно-гигиенические требования, которые предъявляются по новому заболеванию ковида. Они выполнены. Полтора метра будет. Масочный режим будет. Отдельное разобщение потоков. Предусмотрен отдельный вход, дезинфекция помещений и утренний фильтр с измерением температуры. Массовых мероприятий не будет. Но веселые каникулы и яркие воспоминания гарантированы. Самое интересное – это увлекательная, развлекательная программа досуговая, которую составили наши вожатые, которые будут вести этот лагерь. Так что детям очень понравится. Будет весело. Весело и интересно проведут время. С нетерпением ждут ребята в лагере на базе детского сада «Яблонька». Просторная прилегающая территория, несколько залов отдыха, вкусное пятиразовое питание. Здесь есть все для радости и дружбы. Смотрели вместе с надзорными органами по линии противопожарной безопасности, по линии охраны. Роспотребнадзор был. Есть отдельные мелкие замечания, которые, я думаю, что ближайшими часами, может быть, днями будут сняты. Уже буквально в первых числах августа летние лагеря начнут свое функционирование. И, повторюсь, более 600 наших мальчишек и девчонок смогут провести там время. Открываются детские лагеря уже совсем скоро, 3 августа. Свободные места пока еще есть. На сегодняшний день мы формируем контингент детей. Пока есть еще свободные вакантные места. Поэтому желающие, пожалуйста, дети начальной школы могут приходить. Мы тоже их ждем в наш лагерь дневного пребывания. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Два с половиной месяца добровольцы на территории Ленинского городского округа помогали людям, вынужденным соблюдать режим самоизоляции. Членов волонтерского корпуса собрали на церемонии награждения, чтобы выразить благодарность за заботу и внимание к населению в трудный период. За событием наблюдала наша съемочная группа. В небольшом зале администрации шумно. Люди, объединенные общей идеей помогать другим, собрались на церемонии награждения. Сказать спасибо членам волонтерского корпуса пришел глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он отметил, что работа добровольцев в период пандемии так же важна, как и работа скорой помощи. Дойти до человека я абсолютно не понимаю, в каком состоянии он находится. И не в этих вот спецкостюмах, которые были, а вот по сути глаза в глаза, прикасаясь. А понимаю, что этот человек может быть безвыходным. Ситуация, кушать завтра будет еще или лекарства. Каждому из вас спасибо. На церемонии присутствовало 22 добровольца. Первые, кому пришли награды из области. От губернатора и министра социальных коммуникаций. Всего по официальным спискам в волонтерском корпусе состоит 151 человек. На самом деле добровольцев гораздо больше, и благодарность дойдет до каждого. Спасибо. Для Татьяны Славко это был первый опыт волонтерства. Было непросто, но без необходимой помощи оставить пожилых людей она не могла. А работа в большой команде единомышленников оставила свой след в памяти. Любой человек может надеяться на помощь. Не важно, от государства она придет, от человека, он в беде не останется в нашей стране. Волонтерский корпус был организован в марте на базе общественной палаты. Его члены сразу начали активную работу. Развозили продукты и медикаменты, формировали специальные наборы, общались с теми, кому была необходима помощь. Изначально занимавшийся волонтерством Григорий Авдеев с увеличением числа добровольцев взял на себя обязанности по координации работы корпуса. 24 часа в сутки, фактически на телефоне, отчеты, фотографии, движения, информация, информационные справки, поэтому тяжело было. Два месяца с половиной прям сумасшедше. Тяжело. Не хочется, чтобы такое повторялось, поэтому я надеюсь, что это пройденный этап. Постоянно на ногах была и Светлана Лобанова, которая по зову сердца бросилась на помощь пожилым людям. Сейчас она продолжает общаться со своими подопечными. Это тяжело. Было так в маске, так далеко до полтора метра друг от друга. Но сейчас мы уже можем обняться, и я думаю, что мы долго с ними еще до конца будем. В тесной связи с волонтерским корпусом работал и Совет депутатов Ленинского городского округа. Его член Павел Русаков создал движение «Один за всех и все за одного», добровольцы которого также оказывали адресную помощь жителям и формировали продуктовые наборы. Мы не закрываем эту историю, мы не останавливаемся, мы будем двигаться дальше. Просто продумываем, какие акции можно сейчас, вот уже, скажем так, в период постпандемический, что-то сделать интересное для людей, помочь, как-то оказать помощь, потому что нуждающихся в помощи меньше не становится. На территории Ленинского городского округа в период самоизоляции активно работало более 150 добровольцев, и благодарность дойдет до каждого. Александра Столярова, Александр Логинов, Видное ТВ. Продолжаем рассказывать телезрителям о соискателях премии губернатора Московской области «Мы рядом». На этот раз героиней сюжета стала председатель общества инвалидов Наталья Рящина с благотворительным проектом о помощи нуждающимся людям во время пандемии. Подробности в репортаже Юлии Пугасьян. Ленинское окружное отделение Всероссийского общества инвалидов – одно из наиболее активных в своем сегменте. Славится на всю страну, не говоря уже о лидирующих позициях в Московской области. Нынешний председатель организации Наталья Рящина с обществом уже 30 лет. Настоящий лидер общественного мнения. Поэтому неудивительно, что она была одной из первых, кто включился в благотворительную работу в связи с пандемией. Вошла в состав волонтерского корпуса при общественной палате, куда поступала гуманитарная помощь от губернатора и не только. Приходилось иногда и рано утром встречать машины, и поздно вечером. И я очень рада, что у нас в Ленинском городском округе такие активные, отзывчивые жители. Но, естественно, кому помощь нужна больше всего? Это тем людям, которые с ограниченными возможностями. Мы с Натальей Алексеевной Рящиной, руководителем общества инвалидов, дружим уже давно. Мы непосредственно развозили продуктовые наборы, закупали. Над некоторыми взялись шефство. Раз в неделю возили продукты, кто особо нуждается в этом. В период изоляции Наталья Рящина постаралась организовать работу волонтеров таким образом, чтобы обеспечить инвалидов всем необходимым. Продуктами, лекарствами, средствами индивидуальной защиты. Помогали всем миром. Большой вклад внесла администрация Ленинского городского округа, общественная и торгово-промышленная палаты муниципалитета, местные и областные депутаты, ассоциация председателей многоквартирных домов, просто неравнодушные жители округа. Рядом с нами много добрых, неравнодушных, отзывчивых людей. И благодаря вот этой поддержке и помощи все мы живем хорошо. Надо радоваться каждому дню, чаще улыбаться. И ценить. И ценить, да, оценить то, что у тебя есть. Да, а если сил нет на это, то есть люди вокруг, которые помогут. Всегда помогут, безусловно. Когда в обществе инвалидов узнали о новой премии губернатора Московской области «Мы рядом», не задумываясь, решили принимать участие. Номинация «Благотворительность». Очень рассчитывают на победу, ведь выигранные средства планируют потратить на воплощение заветной мечты инвалидов-подростков. Побывать в Петербурге, посетить Исаакиевский собор, Петергоф, и даже просто побродить по улицам Петербурга. И вот эта мечта, которая натолкнула на мысль, что мы должны участвовать в этом конкурсе. И вот я хочу обратиться, я всегда обращаюсь, неравнодушные, которым мне все равно. Проголосуйте за проект Натальи Алексеевны Ирящиной. Давайте поддержим детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. И воплотим их желание, их мечту в реальность. Проголосовать за проект Натальи Ирящиной можно до 28 июля на сайте премии «Мы рядом». Важен каждый голос. Это дает нам возможность показать нашим детям мир. Показать, что не только стены дома. Чтобы, знаешь, начинаю плакать. Потому что вот это очень трогательно. И я очень прошу всех поддержать нашу организацию, поддержать наших детей и наших инвалидов. Для общества инвалидов мы вместе не просто название премии, а девиз по жизни. Сейчас, после завершения жестких ограничений в связи с пандемией, здесь продолжается активная помощь членам организации. Юлия Погасян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видно.ТВ. Международный день бокса – главный праздник всего боксерского сообщества. В Ледовом дворце Арктика состоялось мероприятие, посвященное этому виду спорта. В нем приняли участие юные боксеры клуба «Бизон», которые провели показательные бои, где продемонстрировали свое мастерство и отличную физическую подготовку. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Показательные выступления воспитанников клуба «Бизон» прошли в рамках мероприятия, посвященного Международному дню бокса. Праздник состоялся в Ледовом дворце Арктика, где вот уже три года существует секция по этому виду спорта. Сегодня это прекрасный, значимый день, день бокса, международный день, день спорта. И мы постараемся это показать максимально открыто и привлечь также всех к спорту и занятиям, единоборствами, танцами и вести здоровый образ жизни. В боксерской школе под руководством опытного тренера Аллы Духаниной сейчас занимается около 30 человек. Секция рассчитана на детей и подростков до 18 лет. А начинать тренироваться, как советует Алла, можно в любом возрасте. Главное – желание. Это такой спорт, бокс, да, что он достаточно очень разнообразный, он достаточно мобильный, он очень развивает, не только, да, физически. То есть для боксера нужно иметь, уметь играть в шахматы хорошо, да, тоже, чтобы развиваться. Поздравили ребят и подарили подарки организаторы мероприятия, представители местного отделения партии «Единая Россия». Такие встречи проходят в рамках федерального проекта «Старший брат». Их основная задача – привлечение юных жителей Ленинского городского округа в спортивные секции. Закир Самедов занимается боксом всего полгода. Раньше увлекался борьбой. Но сейчас 14-летний боксер уверен, что свою жизнь свяжет именно с этим видом спорта. Мне с детства нравятся боевые искусства, это вид спорта, жесткий мужской вид спорта. Многое прошли, трениров с месяц 40 раз каждый день, трениров с по два раза, в субботу, воскресенье отдыхаю. Есть мечта, надеюсь исполниться, стать известным боксером. А вот Амина Гулиева в этом спорте уже три года рассказывает, что никакого ажиотажа своим появлением не вызвало. Секцией наравне с юношами занимаются и девушки. Амина принимала участие в соревнованиях. На ее счету уже две победы. Я училась в военной школе, и там мы занимались кикбоксингом, но, к сожалению, я переехала и просто решила пойти на бокс. Поздравили боксеров участники танцевальной группы «Студия-5». Как отмечают сами спортсмены, бокс тесно связан с танцами. В обоих видах спорта особое внимание уделено тренировке ног. Международный день бокса из-за пандемии в этом году отметили в узком кругу. Но спортсмены продолжают тренировки и надеются на возобновление соревнований. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Многие жители Видного, особенно Расторгуевска, его части наверняка видели на улицах это чудо техники – полумотоцикл, полуавтомобиль на трех колесах. Его спроектировал и сделал видновчанин Николай Шавлак. Наша съемочная группа встретилась с подмосковным Кулибином и узнала, что это уже четвертый трайк Николая. Смотрим сюжет. 135 лошадиных сил, двухлитровый двигатель, коробка-автомат и круиз-контроль от девятого спортивного Митсубиси Лансера. 750 килограммов веса и три колеса. Такой полумотоцикл, полуавтомобиль называют трициклом или трайком. Несмотря на то, что для езды на нем необходимы права категории А, он практически целиком состоит из автомобильных деталей, рассказал нам видновчанин Николай Шавлак, для которого это уже четвертый собственноручно созданный трайк. Свой первый трицикл он собрал в 15 лет. У нас на даче был маленький двигатель от электрона. Из него мы делали трицикл, только обратно. У него было два колеса спереди, одно сзади. Второй был у меня из Запорожца. Это такой классический вариант был в районе 2000-х годов. Почти все трициклы делались из Запорожца. Для создания своего третьего трайка Николай использовал как машину-донор седьмой ланцер. На работу потратил пять лет. И это был первый трицикл, который он зарегистрировал и поставил на учет как транспортное средство. Там были некоторые нюансы, которые хотелось бы исправить. Второму пилоту было тяжело на большой скорости ехать. У него шлем сдувало. Он был достаточно неповоротлив, но на трассе держал очень хорошо. Ну и полтора литра, мне кажется, маловато для трайка. Так решено было делать четвертый трайк, устранив все недостатки предшественника. В качестве донора Николай взял девятый спортивный Mitsubishi Lancer. Сделал металлический сварной каркас рамы, а затем начал разрабатывать дизайн. Дизайнеры делали скетчи. Потом я делал пластилиновую модель. После этого я ее оцифровывал и вырезал на чеку станки на фрезере и склеивал в полномасштабную модель. Так появился макет кузова в натуральную величину из пенополистирола. Затем его зашпаклевали и покрасили, тем самым подготовив к снятию матрицы. Снималась матрица, обратная форма этой поверхности целиком. И в этой матрице делался целиком вот этот монококон. А делался он как? Из-за эпоксидной смолы. Стекловолокно с эпоксидной смолой. Всего на создание этого трайка у Николая ушло около пяти лет. По сравнению с предшественниками в нем появились довольно уместительный багажник на 200 литров, подогрев ручек, удобные подлокотники, бардачки для пассажира и водителя, а также аудиосистема. Максимальная скорость по спидометру 220 км в час. Теперь, говорит Николай, подумывает о трехлитровом двигателе и новом трайке. Ведь мощности много не бывает. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видно этого. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что 24 июля на протяжении всего дня будет облачно. Временами возможен дождь. Температура плюс 19 градусов. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин